Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня и я сказала, что я буду делать подкормки. Вот до того, как я начну выкладывать видео о подкормках, какие-то я уже сделала, я покажу, что я купила в магазине, потому что не у всех есть возможность смотреть все видео. Я вот так сейчас теоретически скажу, что куда буду применять, и это возможно кому-то поможет. Вот как вы видите, у меня здесь половина вот этих органических удобрений. Вот, например, вот эта органика, вот эта органика. То есть то, что не считается, ну как у нас любят огородники некоторые говорить, фу, химия. То, что вообще ни в каком смысле нельзя химией назвать. И, как я уже говорила, все специалисты рекомендуют чередовать органические удобрения, подкормки с минеральными, что я и стараюсь делать. Вообще, если честно, делаю подкормок очень мало, но только из-за своей загруженности. Но одну подкормку в сезон я стараюсь все-таки сделать всегда. Вот сейчас я 1 июня сделаю подкормку всему огороду один раз, а там посмотрю, может быть, больше и не буду делать. У нас еще проблема в том, что вот из-за этого карантина, из-за коронавируса, я по огороду не стала шариться в поисках каких-то нужных мне удобрений. Хотела для подкормки взять ому летняя или ому помидор, где эти элементы, макроэлементы вместе с микроэлементами. Я вот такое хотела взять, но такого я не нашла, потому что брали в близлежащем магазине, и у них там оказались только самые-самые-самые простейшие удобрения, удобрения старинные. Я сейчас вам расскажу, какие... Вот смотрите, если мы посмотрим, то мы увидим. Вот этот Андрианоч, но он тоже очень давнишний, видите, написано с 96-го года. У них здесь одинаковая азот, фосфор и калий, но практически в равных долях. Вот это как раз для тех, которые я говорила, что ну они так, срединка на половинку, они вроде бы и выглядят хорошо, им такая экстренная помощь не нужна, нарастят они сами свою зеленую массу. Можно сделать просто комплексное удобрение для поддержания. Вот для них как раз подойдет вот такое, типа этого. Но есть и другое. Вот я взяла Великан, ни разу его не использовала, но так как нет больше никаких других, взяла Великан, но он тоже и многие пользуются, тоже с 96-го года, больше, более 20 лет он известен на рынке, просто мне как-то руки до него не доходили. Тут совсем другое, смотрите, азот 20, а фосфор и калий всего по 9. Это как раз тем крошкам, на которых без слез не глянешь. Я говорила, что я буду подбирать для них удобрения с большим содержанием азота. Вот здесь азот как раз самый большой, потому что им сейчас неважно, ни фосфор, ни калий, это все у них впереди, скорее всего, если у вас вот такие вот, или с сожженными на солнце листьями, или с обмороженными листьями, вот такие удобрения с большим содержанием азота, они подойдут. Но можно, если не будет такого, пожалуйста, к тому же Андрея Анычу добавить этого азота в виде, например, карбамида или в виде аммиачной селитры, то есть увеличить, вот в эту пачку еще если добавить азота, увеличить азота, то это удобрение подойдет и для тех, на которых без слез не взглянешь, то есть которым нужно наращивать зеленую массу. Или наоборот, подкормите вот этим вот, а азот можно ввести в виде зеленых настоев, вот этих травяных, или там перегной, или развести коровяк, короче, вариантов много. И вот Аннушку взяла, не знаю, зачем взяла, просто потому, что больше никаких других удобрений нет, будет лежать на крайней случае. Тут азот 18, фосфора совсем мало, 6 и калий 26, но я ее оставлю на потом, мне вот сейчас пригодятся только вот эти два вида. Это для тех, у кого мало зелени для желтых, а это для нормальных. Сразу скажу, что там, где в теплицах, где очень-очень хорошо, где зеленой массы много, я сделала сегодня утром борное опрыскивание, взяла вот еще борную кислоту, и через капельный полив пустила вот это гуми. Я в прошлом году тоже делала вот природный эликсир плодородия. Он повышает урожайность, ускоряет созревание, защищает от неблагоприятных факторов, и это полностью натуральное удобрение, именно что вот такое, оно пастообразное, я про него сняла видео, оно пастообразное, как фитоспорин, его надо разводить, и оно очень удобно, мне знаете, что нравится? Вот, на 200 литров. У меня как раз бочонок 200 литров, который капельный полив, я растворила, про это, отфильтровала в бочку, и все. Так что в теплице у меня получилось, что я давала им вот этого природного гуми, и опрыскала борной кислотой. Все, это будет моя первая подкормка как раз, и уже потом, через полмесяца, я могу сделать подкормку каким-нибудь минеральным комплексом, но там, где азот в меньшей мере, а там, где фосфор и калий, будет в больших процентных содержаниях. Потом, вот это активное органическое удобрение с комплексом микроэлементов, я взяла специально для огурчиков, потому что огурчики у меня в очень хорошем состоянии, им не нужна пока ни подкормка, ничего. Вот это именно, как я считаю, вот когда хочется дать что-то вкусненького, вот комплекс микроэлементов, потом взяла макбор, это для тех томатов, которые уже большие, и которым азот фосфор-калий будет недостаточно, когда в период налива плодов для, как сказать, для вкусовых, для улучшения вкусовых качеств нужно нам добавить магний и бор, вот это взяла. Ну и все, больше ничего у нас в магазинах нет, обойдемся пока этим. Как я буду применять каждое из этих вот препаратов, я, конечно же, все сниму, все вам подробно расскажу, и опять же, если кто-то начнет, спорить опять не будем, кто-то если начнет на тему, что зачем так много магазинов удобрений, это химия, у меня всегда одно и то же, как выражение, что я просто показываю, если вы не хотите делать, вы не делайте, это не значит, что вам нужно делать, но если, например, вы несколько лет ничего кроме травяных настоев не будете добавлять, естественно, почва беднеет, урожай снижается, и минеральные удобрения в минимальных, в разумных дозах, и тогда, когда нужно по состоянию здоровья добавить растениям, они не приносят никакого вреда, только пользу. Все, до свидания. Забыла добавить самое главное. Удобрение не обязательно, для начинающих, удобрение не обязательно должно быть это, просто у нас ассортимент ограничен, магазины же были закрыты, не было никаких поставок, вы, главное, старайтесь не повторять, вот то, что, например, видите на каких-то видеороликах, а старайтесь просто думать, вот смотрите на этот состав, с этим составом может быть совсем другое, например, не будет у вас Андреяныча, будет какой-нибудь там Андреич или Тритолстяка, но это я просто, я не видела таких. Если у вас будет одинаковый азот, фосфор и калий, значит, вам подойдет для первой комплексной подкормки, и также с повышенным содержанием азота. Если вам нужно повышенное содержание азота, я думаю, не только великан с повышенным содержанием азота, просто смотрите на процентное содержание, и думайте, что вам нужно. Если вам нужен азот, выбирайте, значит, удобрение любое с повышенным содержанием азота. Если у вас просто такая поддерживающая, как для улучшения почвы, для улучшения питания растений подкормка, то можете взять любое. Я вот говорила, есть какая-то, я раньше покупала один раз фертика, один раз покупала ому, есть ому томат, ому летняя. Там вот именно, что макроэлементы с микроэлементы, можете брать любое, не обязательно вот эти вот.